Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Доллары. Царя Гороха. Глава первая. Вся бытовая техника, как правило, выходит из строя на другой день после окончания гарантийного срока. Сегодня утром я, решив в недобрый час побаловать себя капучино, спустилась на кухню, насыпала в кофемашину арабику, не думая ни о чём плохом, нажала пару кнопок и... Послышалось раздражённое шипение, потом из агрегата вырвалось облако пара. За ним что-то сверкнуло, и всё. Безотказно работавший прибор скончался, успев перед смертью выжать из себя несколько капель плохо приготовленного кофе. Я уставилась на сверкающую хромированными деталями штуковину, потом, поняв, что она не собирается оживать, открыла ящик, где хранятся все паспорта на технику, порылась в нём, вытащила нужный и прочитала. Срок действия гарантии — год со дня покупки. Рядом стояла написанная от руки дата — 15 июля. Я взглянула на календарь. Так и есть, гарантия день назад закончилась. — Ну-ка, подвинься, — заявила спустившаяся со второго этажа зайка. — У нас есть молоко? Капучино хочется. — Мне тоже. — пробормотала я, пытаясь оценить размер беды. Интересно, кофемашина умерла совсем? Вдруг её можно реанимировать? Вот на медне перестала работать стиралка. Я вызвала мастера и узнала, что в ней есть какой-то фильтр. Его следовало регулярно чистить. Естественно, никто из домашних тоже не знал об этом, но дело закончилось просто. Мастер показал, что нужно предпринять, и мы снова спокойно стираем. Вполне вероятно, что и в кофемашине имеется нечто подобное. — Если тебе тоже хочется капучино, — забубнила зайка, роясь в холодильнике, — то кто мешает быстренько нацедить себе и остальным по чашке? — Она не работает, — пролепетала я. — Почему? — удивилась зая. — Что не фурычит? — воскликнул появившийся на пороге Кеша. — Кофемашина! — сердито сообщила зайка. — Даша её сломала. — Вовсе нет. Я попыталась отбиться. Она сама перегорела. — Само ничего не портится, — фыркнула Ольга. — Небось, ты воды не налила. Я не такая дура. — Такая? — мгновенно заявила невестушка. — Кто в пятницу включил пустой электрочайник, а? — Ну, один раз за всю жизнь и на старуху бывает проруха. — возмутилась я. — С каждым может случиться. — А знаешь, мать, — вздохнул Кеша, — насчёт того, что один раз за всю жизнь тут ты маленечко слукавила. Ну-ка, давай припомним. Кто, желая вымыть холодильник, проковырял ножом в морозильной камере дыру, через которую вытек весь фреон, а? Мы потом ещё два месяца харчи на балконе хранили. Спасибо, зима была. — Ну и память у тебя, — восхитилась я. Дело-то происходило в конце 80-х годов прошлого века. — Можно и недавние твои подвиги вспомнить, — не успокаивался сынок. — Не далее, как неделю назад ты утопила в ванне радиоприёмник. Чем он тебе досадил? Транслировал плохую музыку? Так сменила бы волну. Я собиралась сказать, что люблю, принимая ванну, слушать радио, и совершенно случайно столкнула маленький приёмник в воду. Кто-то, скорее всего, вытиравшая с него пыль Ирка, сбил на стройку, а я всего лишь хотела вернуться к любимой радиоволне, но промолчала. Какой смысл спорить с Кешей и Ольгой? Теперь будут мне поминать сломанную кофемашину до конца дней. Вздыхая, я вытащила из шкафчика турку и тут же уронила её. Деревянная ручка отломилась от медного ковшика. — Не расстраивайся, — ехидно успокоил меня Кеша. — Эка, невидаль, опять поломала. Никто от тебя ничего другого и не ожидал. — Отвяжитесь от мамуси! — закричала влетевшая в кухню Маня. — Во-первых, джезву с огня можно при помощи пассатижей снять, а во-вторых, есть растворимый кофе. — Терпеть не могу всю таблицу Менделеева в одном стакане! — обозлилась Зайка. — Это же сплошная химия! — Чаю выпей! — пропила Маня, засовывая в тостер слишком большие куски хлеба. — Я по утрам пью капучино! — не сдалась Зайка. — Сегодня не получится! — вздохнула Маня. Киша вытащил из шкафчика банку растворимого кофе, насыпал его в чашку, налил кипятку, хлебнул и сморщился. — Господи, кто же у нас его потребляет? — Никто! — ответила Ирка до сего момента, молча чистившая картошку. — И вообще, чего вы тут все торчите? Идите в столовую, завтрак туда подают. И с какой стати, Дарья Ивановна, вы решили сами капучино приготовить? — Как никто? — продолжал допытываться Киша. — Зачем тогда сия банка тут находится? Все адвокаты ужасные зануды, и Аркашка отнюдь не исключение. — Фиг ее знает! — пожала плечами Ирка. — Есть не просит, вот и стоит на полке. Зайка выхватила из руки мужа чашку, отхлебнула, сморщилась и вылила содержимое в окно. — Эй! — возмутилась Машка. — Поосторожней! У нас там куча лягушек живет, с тех пор, как Гертруда из аквариума один раз удрала. Еще налижутся этой растворимой пакости и помрут. — Вы не волнуйтесь. Я попыталась купировать скандал. Съезжу в мастерскую, а если там не возьмутся чинить кофемашину, куплю новую. Киша и Маруська молча пошли в столовую. Зайка двинулась было за ними, но потом притормозила и заявила. — Ты раньше часа лучше не выезжай за ворота. — Почему? — наивно купилась я.